На заседании Кабинета министров Чувашии сегодня обсуждали, как эффективнее освоить средства республиканского бюджета. Речь шла о строительстве и ремонте дорог, переселении граждан из аварийного жилья, развитии элитного семеноводства и животноводства. В конце прошлого года в Чувашии приступили к третьему этапу программы по переселению граждан из аварийного жилья. Расселить предстоит 3000 человек. Министр строительства республики озвучил сумму, которую потратят на эти цели в нынешнем году. Для реализации третьего этапа программы распределяется средства в объеме 571,1,4 млн. рублей. Из них это средства фонда 404,1 млн. рублей и республиканского бюджета 167,3 млн. рублей. По всем муниципальным образованиям, которые являются участниками данной программы. Министр транспорта Владимир Доброхотов рассказал, сколько потратят на дороги разного значения. Начал с межмуниципальных. Объем финансовых средств предсмотренных к распределению на 2016 год составляет 147,953,000 рублей. Много учли пожелания самих муниципальных образований. Калинина, мост строим. Долгострой превратился. Все оценили комплексно. Печально известный мост через реку Большой Цивиль у села Калинина глава Чувашии Михаил Игнатьев вспомнил неспроста. Изначально подрядчик должен был завершить работу еще в ноябре 2014. Это же простой мост через речку, а не мост через пролив. Мост в Крым быстрее построят, чем Калининский. И весна, как всегда, наступит неожиданно. Дороги тают вместе со снегом. И мост также. Владимир Доброхотов отчитался. Все учли новый срок сдачи моста август этого года. За то, что затянулся сроками, критике подвергся еще один докладчик. Владимир Аврелькин, министр экономического развития, несколько позднее намеченного представил план действий органов власти по реализации послания главы республики Госсовету. Будут созданы благоприятные условия для повышения доступности медицинской помощи на селе. Теперь предусматривается строительство фельдшек акушерских пунктов. В городе Чебоксар открытие новых поликлиник. Завершение строительства хирургического, республиканского, экологического диспансера. Внедрение профиля здоровья на предприятиях реального сектора экономика. Теперь, когда план наконец представлен, главное, чтобы не запаздывала его реализация, отметил Михаил Игнатьев. За этим будут строго следить. Ольга Пыречкина, Сергей Рябчиков, Республика.